В лесу деревни Волково Смоленской области начались раскопки на месте, где уже почти 70-летие лежит под землей военный самолет. Как предполагается, он был сбит осенью 43-го, когда советская армия освобождала западную часть Смоленской области. Об этой военной реликвии поисковикам рассказали деревенские жители, которые пытались выкопать самолет самостоятельно, но только отломили хвостовую часть, которая потом бесследно исчезла. Гарри Книгницкий наблюдает за раскопками. Тонны земли, кубометры воды. Где-то под ними сбитый во время войны самолет. Какой именно, пока непонятно. Не знаю, вскрытие покажет. Но я думаю, что не меньше ила что-то. Большой. Размер поисковики примерно определили по диаметру воронки. А то, что самолет советский, поняли по фрагментам конструкции, поднятым с небольшой глубины. Наша краска. Видно сразу, что самолет наш, советский. Здесь, на западе Смоленской области, в километре от российско-белорусской границы, работают два десятка человек. Представители поисковых отрядов «Штандарт», «ЧК» и «Эдельвейс Поиск». О сбитом самолете они узнали от жителей близлежащей деревни Волковы. В конце 60-х один из местных уже пытался вытащить машину из-под земли при помощи трактора. Он его, как обычно, сдернул хвост. Но это всегда так. Деревенские подъезжают на тракторе. Хвост отвязывают. Самолет там, потому что при ударе деформация происходит по фюзеляжу. И его отрывают. Хвост отрывают. Это осложнило задачу поисковикам, но их миссия не стала невыполнимой. Вот ковш экскаватора на что-то наткнулся. Положаем, что коврик у пилота под ножами. Проходит 4 часа. Котлован становится все глубже. Помпы, откачивающие воду, забиваются грязью и листвой. Вдруг из грязной жижи что-то блеснуло. Фюзеляжу кусок дирани. Сюда, вот, дюрань кусок. Сюда дирани. Оказалось, не фрагмент фюзеляжа, а, скорее всего, металлическая рама от фонаря. Так на языке авиаторов называется колпак, закрывающий кабину пилота. Скоро находят патрон. Не стреляны еще. Фрагменты ленты видны. Вот они. Цифра 43 в нижней части означает год изготовления, говорят следопыты. 1943. Тогда-то, по версии поисковиков, возможно, и был сбит самолет. Ведь осенью 43-го здесь шли ожесточенные бои. В ходе Духовщинско-Демидовской операции Красная Армия освободила западную часть Смоленской области и вошла в Белоруссию. Наступление сопровождалось активной поддержкой авиации. Сверху кашево. Ну, давай покрутить, покрутить. Пустись в твой баллон. Металлоискатель показывает, что под нами множество металлических фрагментов. Но крупной цельной конструкции, скорее всего, нет. Впрочем, целостность самолета для поисковиков почти не имеет значения. Нас не интересует самолет как таковой. Нас интересуют пилоты. Больше нас ничего не интересует. Нам нужно найти их, чтобы восстановить имя. Ну, опять же, это наш священный долг. Чтобы его выполнить, важно найти мотор. Судя по масляным пятнам на воде, где-то здесь уже не очень глубоко находится двигатель. По номеру мотора поисковики смогут установить, какой именно самолет был сбит. А самое главное, кто его пилот, либо пилоты. Если их останки здесь, значит, летчики погибли, они пропали без вести. Как считали их родственники, возможно, потомки последние шесть с лишним десятилетий. Но шансы обнаружить останки сегодня, до наступления темноты, равны нулю, говорят поисковики. Слишком уж глубоко в землю вошел самолет. Гарри Книгницкий, Вадим Глушицкий, Александр Педаев, НТВ, Смоленская область.